Привет, это Олесь. Надеюсь, у вас все в порядке. В этом видео я хочу по-быстрому посмотреть на график биткоина. И как вы видите, это долгосрочный месячный график. Вот здесь BTC. И я вам хочу рассказать новости о том, о чем я говорил вам ранее, что называется сигналом поцелуя смерти. Возможно, вы помните из моих предыдущих видео, что означает сигнал поцелуя смерти. А сейчас я хочу рассказать краткие новости об этом. Как вы уже знаете, в своих предыдущих видео я говорил об этом сигнале для биткоина поцелуя смерти. А также о нем я вам давал свою точку зрения. Сейчас я вам хочу рассказать о нем новости. Что происходит сейчас на этих графиках, как вы видите. Прямо сейчас, текущий график биткоина. Вероятен ли поцелуя смерти? И если нет, то что может полностью разрушить и уничтожить сценарий поцелуя смерти? Окей, друзья, я думаю, что биткоин кое-что скоро сделает. Совершенно невероятно и удивительно. Присоединяйтесь. Друзья, с возвращением. Как вы видите, это месячный график биткоина, долгосрочный таймфрейм. Я его немножко отдалил для того, чтобы посмотреть на картину в контексте. Хорошо, друзья. Итак, как вы видите, буквально с 2021, после достижения уровня в 69 тысяч... 69! ...на графике, после этого мы упали... Посмотрите, биткоин упал ниже 21-месячного скользящего среднего. А это буквально критерий для поцелуя смерти. Посмотрите, вот что случилось прямо вот здесь. И около мая прошлого года, для сведения, цена упала и закрылась под 21-месячным EMA. И если вы думаете, ну и что с того, позвольте мне быстро повторить, что такое сигнал поцелуя смерти. И повторю, что я хочу посмотреть это на графике биткоина. А также я вам хочу рассказать, вероятно или маловероятно, что поцелуя смерти произойдет. И что может полностью разрушить и уничтожить сценарий поцелуя смерти. Давайте посмотрим на этот конкретный пример. Это на самом деле простой пример того, на что может быть похож сигнал поцелуя смерти. Посмотрите, как я говорил ранее, быстро повторюсь. После аптренда, после того, как у нас был уверенный рост к историческому максимуму, если цена на любом рынке, это не обязательно должен быть биткоин, если цена потом падает и закрывается под 21-месячным EMA, то откат обратно, обратный отскок в направлении 21-месячного EMA, это месячная средняя, а затем удерживание этого уровня, то есть значительно двигаясь к этому, к этому уровню 21-месячного EMA, а затем коллапс, крах, и падение ниже минимума, минимума, который был до отскока. То есть буквально, на самом деле, три шага. Достаточно простые шаги, как вы видите в этом квадратике. Я их туда поместил. Первое. Закрытие под 21-месячным EMA, после исторического максимума, отскак обратно к 21-м EMA, это поцелуй, это буквально поцелуй, как вы видите, а затем падение ниже нижней точки, в этом случае здесь, образовавшееся перед отскоком, и это смерть, и это сценарий поцелуй смерти. Далее, это короткий пример, который я вам показываю, с графика 2008-го, индекс S&P. Здесь вы видите, что произошло с индексом S&P в тот год. Закрытие под 21-месячным EMA, далее отскок от него, образовалось небольшое ралли, это ралли называется поцелуй, а потом, буквально, поцелуй, мы сказали до свидания, и буквально в этом моменте это образовало поцелуй смерти. Вы сами здесь видите, это повлекло крупнейший медвежий цикл. И в этом все дело о поцелуй смерти. Это открывает, когда образуется поцелуй смерти. Это открывает или начинает сильный и продолжительный медвежий рынок, который у нас был вот в этом году. И теперь, разобравшись, посмотрим на график биткоина. Как вы видите, все, что здесь произошло с биткоином за последние несколько месяцев. И я знаю, как я говорил ранее, но давайте быстро повторим. Мы здесь видим, что здесь биткоин закрылся под 21-месячным EMA. Это очень хорошо видно в мае прошлого года. У нас было очень милое закрытие под 21-месячным EMA. Затем у нас образовалось ралли, итоговое ралли, в направлении к 21-месячному EMA, под этой синей линией. Как вы видите, это произошло в последние несколько месяцев. Так, и это наш поцелуй. Это поцелуй в нашем поцелуе смерти. Критерии. Правили образования поцелуя смерти. И вопрос в том, есть ли у нас поцелуй смерти. Я знаю, что ответ вы знаете на него. Его нет. У нас нет поцелуя смерти. Почему? А, потому что цена биткоина не... Что ж, в любом случае, пока нет. Не свалилась ниже низа, образовавшегося перед отскоком. Низа в ноябре прошлого года. 15 460. Другими словами, если биткоин... Если бы биткоин перебил этот низ... Повторюсь, это уровень 15 460. Другими словами, если бы биткоин сделал бы что-то такое... Если бы его свеча красная продолжилась... У нас есть красная свеча на момент подготовки этого видео. Если бы биткоин продолжил эту красную свечу... Или, другими словами, уверенное падение, а затем вызвал... Другими словами, преодолевая вот этот низ, ноября прошлого года, или даже низ марта. Если бы он поехал ниже и преодолел низ марта, и низа ноября, то это бы вызвало поцелуй смерти. Но, как я уверен, вы уже знаете, как я уже упомянул в моих предыдущих видео. Я уже говорил, что я не ожидаю, я не ожидаю появления поцелуя смерти. Этот сценарий, этот медвежий сценарий поцелуя смерти, для меня является низковероятным. Если вам интересно, почему, идите посмотрите это видео. Не хочу повторяться. В том видео я привел несколько причин, почему я считаю маловероятным сценарий поцелуя смерти. Это маловероятно или достаточно невероятно. Итак, друзья, ну вот какой вывод. Что меня здесь интересует... По сути, мои выводы этого видео довольно просты. И если биткоин сможет нам доказать и покажет нам, что он хочет вызвать или повторно вызвать медвежий рынок... На самом деле, я думаю, что мы в бычьем рынке, как я уже говорил. Возможно, вы об этом тоже знаете или смотрели мои предыдущие видео. За последние месяцы, вы знаете, я был настроен очень по бычьи на биткоин. Я думаю, что биткоин вошел в бычий рынок несколько месяцев назад, ближе к началу этого года. И, как я говорил ранее, я все еще думаю, что мы в бычьем рынке. Для биткоина. Настоящий момент. Он образовался несколько месяцев назад. Но вот какой вывод. Вывод следующий. Если биткоин захочет нам показать и доказать нам, что он хочет переподтвердить медвежий рынок, образовав поцелуй смерти, то для этого сейчас есть возможность. Почему? Потому что биткоин выполнил две части, два критерия для поцелуя смерти. Закрытие по 21-месячным ЕМА. Затем ралли в направлении 21-месячным ЕМА. Как мы здесь видим, это две части. А теперь заметьте, у него не получается, почти что, похоже на это, не преодолеть 21-месячный ЕМА. Позвольте мне сказать, что в настоящий момент мы пока не получили подтверждения. У нас образуется красная свеча. Но мой вывод такой, что если биткоин захочет нам показать и доказать, что он вызывает поцелуй смерти, и снова нас затолкать в медвежий рынок, то сейчас для этого есть возможность. Потому что если биткоин, если биткоин нам захочет показать и убедить нас в том, что он хочет идти в медвежий рынок из-за поцелуя смерти, все, что ему необходимо, это уйти ниже этого района, того региона, который я уже упоминал. Как вы сами здесь видите, между 20к, мартовским низом, примерно 19500, до низа ноября. Этот район между 19500, 20к, до 15460. В общем, другими словами, если биткоин захочет нам показать, что хочет образовать поцелуй смерти, и продолжить медвежий рынок до гораздо больших низов, то сейчас для этого есть возможность, потому что у нас уже не получается, или похоже, что не получается, преодолять этот 21-месячный EMA, удержать его как сопротивление. И если мы опустимся ниже этого региона, от 20к до 15460, то это обозначит поцелуй смерти и закинет нас в медвежий рынок. Я бы сказал, как вы, наверное, слышали в моих предыдущих видео, даже если, даже если биткоин преодолеет низы марта, эту синюю линию, примерно на уровне 20к или рядом с этим, то это также, на мой взгляд, означает или увеличит вероятность сценарий поцелуя смерти или сценарий медвежьего рынка. Но позвольте мне повторить, как я говорил ранее, я повторял это несколько раз в прошлом, я не считаю, что сценарий медвежьего рынка или поцелуя смерти вероятен. Я его не ожидаю. Я лишь говорю конкретно вот в этом видео, чтобы дать вам контекст и общее понимание, а также подсказать, что, скорее всего, потенциально вызовет ситуацию образования поцелуя смерти. Или, другими словами, сценарий медвежьего рынка. Ну, как я говорил до этого, идите и посмотрите мои предыдущие видео, в которых я уже говорил вам причины, почему я считаю маловероятными сценарий поцелуя смерти. Там я назвал несколько причин, а также упомянул, почему я остаюсь настроенным по бычье, по биткоину и даже сейчас. Но вот что интересно. На мой взгляд, биткоин довольно скоро, я думаю, что в несколько следующих недель. Возможно, скоро, но я думаю, что в несколько следующих недель, может быть, месяцев. Я думаю, что биткоин преодолеет вот этот верх, который он сделал прямо здесь. Буквально около 30 тысяч. Да, да, примерно 30 или 31 тысячи. Очень внимательно следите за этим уровнем. Почему? А потому что, если биткоин скажет... Вот, вот в чем дело. Если биткоин скажет, знаете что? У меня нет настроения сделать поцелуй смерти. Мне пофиг на поцелуй смерти. Но вместо этого, я преодолею, я сделаю ралли и преодолею эту вершину, которую сделала здесь в апреле, которая составляет примерно 30-31к. И это будет значить, что преодоление этого уровня, преодоление этого уровня на предыдущей вершине апреля, движением выше его, преодолением этого уровня, это будет значить ясным сигналом от биткоина... Знаете какого? Я собираюсь взять и продолжить бычий рынок, в котором, я думаю, мы уже находимся. Я по-прежнему считаю, что мы в бычьем рынке. Я знаю, что некоторые с этим не согласны, но я думаю, что биткоин в какой-то момент это сделает. Я думаю, что биткоин преодолеет этот предыдущий верх, который мы сделали в апреле, за будущие несколько-несколько недель или месяцев. И я думаю, когда он это сделает, когда он преодолеет этот уровень, выше предыдущего верха. Это полностью уничтожит и разрушит гипотезу поцелуя смерти этого сценария и отправит нас в очень сильный, долгосрочный бычий рынок. Так? Так что смотрите за этим уровнем внимательно. Я думаю, что это более вероятный сценарий для биткоина. Пойти выше предыдущего хая, который мы сделали в апреле. Другими словами, переподтвердить и повторно вызвать сценарий бычьего рынка в направлении гораздо больших высот. И, кстати, когда биткоин это сделает, это буквально как биткоин нам покажет большой палец вверх этой бычьей гипотезе. Другими словами, это как эта красивая иранская актриса показывает нас большой палец вверх. Это буквально то, что биткоин делает сейчас. А сейчас биткоин, как вы здесь сами видите, в этой ситуации с красной свечой, так, я думаю, что он делает просто милое движение вниз. Милое, здоровое движение. Но я не думаю, что это вероятно, что мы преодолеем этот низ. Или даже низ ноября в каком-то обозримом будущем. Так что я остаюсь смотреть на биткоин по бычьи. Я думаю, что скоро биткоин сделает что-то невероятное и потрясающее. Пожалуй, в следующие несколько недель. Но, друзья, последний важный момент в этом видео. Я не считаю, что сценарий поцелуя смерти невозможен. То есть нет для биткоина возможности его нам показать. Потому что, знаете, в чем дело? Нет ничего определенного. Когда мы говорим о рынках, неважно, это фанда или биткоин. Я не говорю, что это невозможно. Все, что я здесь говорю, это означает менее вероятно. Вероятность этого ниже. По причинам, которые я объяснял в предыдущем видео, а также во многих других видео. Мой посыл очень простой. Если биткоин хочет нам доказать, что он хочет вызвать медвежий рынок и поцелуй смерти, то сейчас для этого отличная возможность. Потому что опять у нас милая красная свеча под 21-месячным геймой. Так что посмотрим, что будет. Прямо сейчас я обращаюсь к биткоину. А если ты нам хочешь показать, что хочешь вызвать поцелуй смерти, что ж, покажи, покажи мне это. Но я не думаю, что это произойдет. Так что я остаюсь настроенным по бычье. Я поддерживаю точку зрения быков и ожидания до конца этого года. Так что, друзья, посмотрим, что будет. И, кстати, друзья, если вы еще не подписались на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. И, конечно, поставьте под видео лайк, если оно было для вас полезным. А также обязательно смотрите наши постоянные обновления и новости, а также членские видео. Если еще вы не наш член, то присоединяйтесь, ссылка в описании. Большое спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok